Всем трема доброго времени суток, это канал Boring Дмитрий или скучный? Ой, скучный я! Да уж, куда же без потягушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу Васильевичу, он знает за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Еще один теплый респект сварту, он также знает за что. Так, что я сейчас хочу? Я сейчас хочу вот эту топливную цистерну попробовать приволочь вот этим вот товарищем. Дурочком пирожочком. Топливная станция, низкое седло, все правильно. То есть нам сейчас нужно сюда, сюда, ну как, сюда, 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 девушка. Заодно и посмотрим, как он все чувствует будет. Так, свет, если это музыка, звук, поехали. Хе, довольно забавно смотрится. Вот заодно с ним. Сначала прокатимся в одну сторону пустыми, если получится, конечно. Потом во вторую сторону с цистерной. Опять же, если получится. Ой, так и должно быть. Я не помню, какие у нее там колеса были установлены, но вроде бы там на асфальте все было очень плохо. Так, вот сейчас посмотрим, как он перепады высот любит или не любит. Поглядим. На, будем честно, я довольно лайтово проехал. Ну, в принципе, пока что все нормально. То есть, вполне съедет, ну самостоятельно, по крайней мере. Правда, конечно, не сказать, что были какие-то лютые препятствия. Уж прям, прям, уж прям. Они будут чуть дальше. Вот сейчас, например. Устойчивость вроде норм. По снегу вроде тоже нормально едет. В принципе. Ну, то есть, не сказать, что прям мба, но и не айкараулу помогите. Использовать его, конечно, скорее всего не буду. Так, что нравится, чутка поюзаю и все хорошо. Мне так нравится, когда езжаешь до грязьяна. Красная, оранжевая, оранжевая. В обратную сторону. Пошло, пошло, пошло. Так. Да, история с модплатой продолжается. Продолжается и продолжается. Как я уже говорил, не дай бог, ребята, вам попасться в такую ситуацию. Времени уйдет херова гора. Ну, явно больше, чем вы рассчитывали потратить. Так, ну вот основная, собственно, проблема, это вода. И вода нас, кажется, останавливает. Или не очень. Ну, вот если смотреть по тому, как он едет, такое ощущение, что это одна из тех машин, которым груз на жопе, это прям то, что надо. То, что доктор прописал. Возможно, но это не точно. Ну, кстати, на самом деле я, скорее всего, сейчас вот эту миссию, если смогу выполнить, выполню, больше не буду. Ну, а что там внутри, кстати? Ну, да. Ну, не спорю. Как там? Весьма атмосферненько. Даже на рации есть. Ай! Отвлекся. Сорян. Сорян, Соряныч. Засмотрелся на винтажную панель приборов. И совсем потерял. Ай! Караул тону. Вот именно это вот сейчас было нужно. Нет, держись. Цепляйся передними колесами. Нет. Ну. Да нет, нормальная на самом деле машина. Ну, то есть, как бы, да, послабее, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Пока что. То есть, в принципе, понятно, что он какой-нибудь в зимней карте. Я бы там изматерился, скорее всего, но пока что. Попробовать посмотреть, да. Играть дальше нет. Пробуем проехать напрямки. Попробуем проехать напрямки. Итак, мы почти доехали. Осталось совсем чуть-чуть. И будет у нас халявное топливо. Халявное топливо. Ну, как халявное. А ну, там будет. Плохо ли это? Хорошо ли это? Черт, кто знает. Можно было и раньше выполнить. Кстати говоря, что-то как-то это. Упустил я эту миссию. Ну, в смысле, легкостью выполнения. Потому что, по факту, действительно, что-то чисто прицеп привести и все. Ну да, на снегу прям совсем все плохо чувствует. Может, конечно, смена шин что-то даст, но, мне кажется, все-таки все равно. На снегу эта машинка будет прям совсем печально. Че, посмотрим, как сейчас с прицепом. Может, я сейчас вообще буду эвакуировать и гнать сюда кого-то еще. Ну, че-то, эй. Че там? Алло. Толперов, что должно быть нам помощи. Да, знаем, проходили. Может, вообще сейчас проехать не сможем. Снесет нахрен. А меня уже сносит. И уносит меня. И уносит меня. Конкретно уносит меня. Help! Меня это реально уносит. Ай! Помогите! Сука! Эй! Ну ты че? Да. Может, тогда это? Докувыркнешь меня от Дороного состояния? Ну, пожалуйста. Ну, да. Скотин. Нет, главное, это тоже крыше ездище. Ну, перевернуло. А, ну да. Сейчас мы в опору упрямо сюда. О, давай-давай-давай. Сука. Ну ты смотри, Адринь какая. Че, ты серьезно, да? То есть, вот я почти докувыркнулся до состояния на колесах. И ты мне так... О, нет, извини, чувак. Так нельзя. Поставишь меня на колеса? А, ты меня на обо положил. Ну да, логично. Так. Нет, тут не судьба, по-моему, встать на колеса. Отличное украшение для данной местности. Ну, что ж поделать. С Оляви. Хорошая была машина. Так. Следующий. Тюнинг, тюнинг, тюнинг. Нам нужно низкое СЕ. Э, не-не-не, стоп. Это удалить. Окошка у меня тут что-то с ума сходит. Ну что ж. Теперь твоя очередь, приятель. Включил. Гудну, поехал. Ладно, посмотрим, что ты мне скажешь. Еще бы вспомнить, какие колеса я ему поставил. Не помню, какие-то поставил. Так. Но пока что, по ощущениям, это тот же ворон. Может, чуть более устойчивый. Хотя тут тоже ворон тоже еще хрен перевернешь. Хотя вот тут я вообще не переключаюсь на элечке. И вообще не ощущается такой необходимости. У меня сбежала кошка. Сбежала куда-то назад. Да, проходимость, наверное, явно повыше по ощущениям. Винтаж. Но один винтаж мы уже утопили. Сейчас вторую токину я чувствую. Тех, тех, здесь. У-у-у-у-у-у-у-у-у. О, распрыгался. Прinson Dubіка. 4. У-у-у-у. У-у-у. и вот думаю когда того шоссейника из воды вытаскивать пусть там до конца карты валяется а чё бы нет с другой стороны антуражники так получилось грузовик в воде лежит брошенный дыма многовато он конечно не такой черный как у не помню какая была машина у которой прям дым перс сверху настолько что когда газовал вообще даже видно уже не было ни хрена но все равно слегка так это отвлекает правда это мелочь признать опять же так опять идем напрямки смотрим что нам скажет тайгинь тайгинь нам скажет бульк в целом вполне себе бодрое переползание а если скинуть дельта еще и непрерывная разгон тишина это прекрасно ничего говорить не хочется не знаю почему просто не хочется и все так ну что ж попытка номер два ну точнее в моем случае два в случае тайги попытка номер раз так давайте клее возьмем так давайте клее возьмем я конечно не уверен но по моему ворон все тут увереннее переползает но это не точно но это не точно так ну что ж давайте заберем эту хрень которая даже пару раз была здесь полезна если я ничего не путаю нет с нее кажется заправлялся но это не точно ну что потихали проехали ну а сейчас ну а сейчас уплывать начал блин надо хоть не перевернуться не мойдет ну то есть мойдет но очень тяжело да в общем седла со всякими седлами это не к тебе судя по всему ну с другой стороны все равно переехал хоть и не совсем без помощи но переехал же а этот красавчик где там отсюда не видно ладно хрен с ним что поделать он остается он будет там жить однажды его оттуда эвакуируют а может и нет вот тоже почему нельзя задание по спасению всяких машин отдавать по аутсорсу эвакуации я даже готов им деньги заплатить за это у нас же есть эвакуация кто-то же нас эвакуирует так вот там там машина там машина там прицеп прицеп давай вперед здесь я напрямую сейчас не поеду Давайте-ка правильно двинемся. Хотя тут что так в жопу, что так в жопу. Давайте-ка. Давай-давай-давай-давай. Есть. Может и зря я так ехал. Ай, зря я так ехал. Ой, зря я так ехал назад. Задай назад, дуринда. Подожди-ка, там же есть прямая дорога. Или это я уже тут протоптал, что называется. Как нет, вон же бревно лежит. Алло. Зачесался. Бревно декоративное. Да блин. Ты что? Жесть какая. Это не просто зачесался. Кошмар какой-то. Чуть ноздрю себе не разорвало. Поплыки почесать. Кольнуло прям. Так, ладно. Еще один кусок дороги преодолен. Переодолен. Ток не переворачивайся. Видите, очень хорошо. Это будет слишком грустно. Все-таки одно дело там кувыркнуться, на машине, от которой ты и так не ожидал, в общем-то никаких свершений. Даже наоборот, кажется, был приятно удивлен. Тем фактом, что хотя бы до туда добрались. Другое дело, на этой вашей тайге, которую вы мне тут разрекламировали по самой неба лучше. Пока что, честно вам скажу, я не вижу никаких прям ярких отличий от ворона. Потому что прям... Все! Взамен! Все! Меняем! Вот это, блин. Примерно, по-моему, то же самое. Только ворон кабин посимпатичнее будет и посовременнее. Может, конечно, есть какие-то циферки небольшие. Но это уж вам виднее. Вы у нас любитель таблицами пользоваться. Нет видимых точек для крепления. И все. И возюкайся как хочешь. Нету. Ничего. Никакого у тебя столбика, никакого у тебя бревнышка. Никакого у тебя зацепчика. Вообще, нихрена нет. Обидно. Так. Ну, я сейчас тут на подъем кувыркнусь. Да, это было бы смешно. Но не критично. Тот машина рядом дохрена. Есть кому перевернуть в случае чего. Так что это было бы больше смешно. Ну что ж, заправка, которую по-хорошему надо было одним из первых заданий восстановить. Ну, хотя бы сейчас. Тоже неплохо. Ну что ж, получите и распишитесь. Отлично. Ты сможешь заправлять здесь свою технику. Уй. Интересно, а на хардкоре хотя бы скидочку дают за то, что вот тут привозишь это все. Или пошел нахер. Так, ну, в любом случае, ой. В любом случае, эвакуация нужна, потому что надо этот. Перепери, перепери. Перепери. Вернуть. Так, где это? Бортовое опло. Погуточный коре. И так далее. Все это надо возвернуть. Вернуть взад, как говорится. Так. Стоит вот пока. Что у нас? Что у нас? Что у нас? Так. Ну, цел куча заданий вот этих мелких. Можно, в принципе, с ними доставить сюда. И отсюда, да? Ну, сюда в любом случае, не на тайге ехать. О, да. В любом случае. Так, а как здесь что-то? Где дорога? Вот это же дорога вроде-ка или нет? Или это река? Я уж не помню. Что, тогда по очереди выполним всю эту хероту? Ну, в принципе, можно. Что бы и нет. То есть, если вот сейчас стартануть на ком? О, это на 605-ом. Еще выдумывать здесь. Стартануть, цепануть. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Здесь же, по-моему, переезд, да? Ну, давайте 605-го действительно возьмем. Где он у вас? Так, 605-ый. Да? Все еще, ну, здесь. Это как он? Хе-хе-хе. Это не-то вот. Хотя... А что не торт-то? Поехали. Как раз с ремонтом, заправкой и всем остальным. Очень даже торт. Симпатичный такой тортик. Машина спасения? Ну, пожалуйста. Ну, так-то совсем по-хорошему бандит надо отправлять с его модулем. Но, но, но. Знаете, сначала тогда, как я уже сказал, выполним все эти задания на карте по одному. Потом займемся списковыми. Спусковыми. Ну, теми, которые здесь, по крайней мере. Когда я уже видел эти списки, с неадекватным количеством бревен-досок, 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 бревен-досок. М-да. Восстановил, называется, лесопилку на свою голову. Не уверяю, что успею сейчас сегодня доставить эту машинку до точки. Но, это не важно. Главное начать. Надо сейчас посмотреть. Есть там поворот, не доезжая до склада. Можно там где-нибудь срулить в сторону. Чтоб, соответственно, чутка сократить дорогу. Если бы можно было, то было бы классно. Даже очень. То есть, не подниматься к складу, а где-то вот тут налево идти, условно говоря. Сейчас посмотрим. Может и можно. Может и нельзя. Визуально-то вроде есть проезд, но по факту хрен протиснешься. Ну, не, вряд ли. Так, где-то вот... Ну, может быть вот здесь. Сейчас-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. Вот если... Вот визуально как будто вот прям по курсу проезд. Там сверху какая-то нестимка, там сверху камни, кажется. Типа вот сюда, да, протиснуться? Или вон туда. то есть если мы лезем вот в эту сторону, стараясь не цепляться за деревья спокойно, на елечке, не торопясь, то есть понять это вообще real или unreal секунду так кажется снизу то можно было проехать как будто же дорогу есть такая чутка подзаброшенная вот это ручей ну вообще да это как будто выглядит реально как дорога на некоторых картах вот подобные тропиночки дорогами обозначаются да слушайте смотрите может переключиться быстрее все равно не едет надеюсь не забуду что тут есть такой подъемчик удобный медленный конечно для данной машины но что здесь медленно ехать ну что что ну ничего но чё ты алё во что-то вцепился давай 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 вытягивай себя пошел хватит цепляться за текстурами так ладно это мы преодолели да ну да видимо вот где-то тут условный проезд присутствует так вот теперь как здесь проехать наверно все таки вот так лучше цепануть это чудо и как-то вот сюда пошли поглянем как там вон туда на древоперевозки тут вряд ли залезешь потому что слишком много рогов всевозможных который может за дерево зацепиться этот ассоя цистерна цеплялся постоянно как минимум три раза точно цепанулся у меня аллергии что ли на чёт что весь прям чешусь мылся буквально недавно ничего такого не ел кошка ты тут линеешь что ли на кошаков с роду аллергии не было да загадка там лицо чешется и вот про что нос щеки хрень какая-то так на чем этот дом стоит объясните мне пожалуйста на этих как его на поплавках учитывая какая-то почва уже давно-давно утонуть должен был по чертям собачьим ну и конечно же машина которая чисто физически не могла сюда заехать ты серьезно ты прям отказываешься разворачиваться обратите внимание как ее держит что она никак развернуться не может в нужную сторону ага о то что надо иди сюда иди поехали я подожди ка ремонт и оперный короче заправить поехали значит заодно и починили хрен ли нет то спрашивается у машины сзади даже колеса не крутится если вы посмотрите а сейчас закрутились ну ладно ну и чё такой разгон вдруг и вдруг опять утонули подводный снег действительно почему бы и нет а снег под водой с другой стороны если тут на северных картах существует вода под снег точнее грязь не замерзающая под снегом действительно почему тут не быть подводному снегу какой бред сук там реально лежал сугроб под водой как же ты сюда милая проект как же эти тут забыть то ухитрились неужели привезли тебе лет сто назад на вертолете текст с тех пор ты тут и лежишь прикольно дерево выдернуло но тип очень условно это типа дорога очень условно прям очень-очень условно да да давай давай ты сможешь я знаю что ты сможешь понимаю что не охота надо да после этой поиски ему еще раз даже к чинить придется так нам сейчас сюда, 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 сюда и сюда да да, сюда, сюда поехали Опасный уровень воды, ну да, действительно опасный, его там захлёстывает по самое лобовое стекло. Главное вовремя, в общем то да, можно было не чинить на самом деле, сейчас пока мы через эту речку будем перебираться, его еще и круто нет пару раз. Другой стороны, почему бы не починить, в конце-то концов, не просто так я с собой этого товарища брал, так, где тут выезд наверх, это хер его знает. Где-то спереди, так что поехали. Тихо, мать. Тихо, мать. Кверху колесные херотень. Как вы на этой машине отсюда выехать-то смогли? Ой, не могу. Столько вопросов, а. Ну ведь реально, вот простой момент, да. Ну почему не поставить туда какой-то нормальный Скаут, который хотя бы по своим ТХ может отсюда выехать, блин Вот из этой локации Ну что за бред, они его когда потеряли, это в прошлом году что ли, блин Или что На этой машине же отсюда ни въехать, ни выехать И даже там, где течение не есильное Все равно она утонет Ну поставьте Яра какого-нибудь, я не знаю Кто там еще, блин, местные геологи Вообще, по-моему, на БТР должны ездить Хотя бы будет понятно, как он туда Приехать смог Как с первой карты началась эта дурь Мы забыли там-то грузовик Не, ладно, на первой карте это еще воспринималось как Ух ты, новый грузовик, прикольно Сейчас уже воспринимается, блять, как Хотя уже, по-моему, на первой карте я на эту тему выгуртил С другой стороны, конечно, легкие машины вытаскивать легче Тогда можно было бы вообще ставить эти Как ее Шутата Забыл, как эту машинку назвать Ну самые мелкие-то, которые Они тогда бы хотя бы смешно смотрелись там Причем ставить им какие-то несуразные колеса С высокой подвеской Чтобы прям выглядело как что-то прям Уж очень такое Как это? Очень народно-мастеровое Ну что, ну стоит очередной пикап, блин На лысых покрышках Ну да, ну да, конечно Еще разворотили его там Как его там разворотили? Что вы с ним там делали вообще? Не упавший с эскала Просто стоит в болоте, при этом весь просто убитый в ноль Как? Ну что вы там с ним делали, реально? Что? Чего? Ах, как с жопой почувствовался, блин Спасибо тебе за помощь Вот твои награды И параметс-водители со стажем Ага На эмиссии нормального скупщика автомобилей, блин. Так, крупная ПО. Ага, целлюлита, целлюлоза. Сколько у вас тут? Пять, да? А куда? А, вот. А, ну да, вот место. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Ворон? Ну да, а что? Ладно, это будет уже в следующей серии. Так, эвакуация. Ставим его на место. Прекрасное и замечательное место, на котором он так хорошо себя чувствовал. Красиво стоял. Красиво? Красиво. А это задание с целлюлозой. Либо на вороне выполнять, либо на тайге. Черт кто знает. Если на вороне, то это... Можно, кстати, вот сюда. Ага. Раз. Допустим, два. Допустим, если раз, два, три. Допустим, потом... Или все-таки раз, два, три. Вообще, кстати, по-моему, да, логично все-таки именно раз, два и три. И вот здесь уже про... Тут дорога, тут, по-моему, да. Ну, то есть, получается, раз, два, три. Если можно проехать как-то по бережку и сюда. А вот эти уже... Ну, тут в любом случае отъезжать надо, поэтому раз, два. Ага. Ну, ладно. Примерно так и сделаем. Если не забуду. Ладно, что? На этой плюс-минус положительной ноте один шоссеник утопили. Тайгу немножко потестил. Не скажу, что офигеть, как проникся. Посмотрим еще. Надо еще тестить. А лицо все так же чешется. И, как я уже сказал, на этой в целом нормальной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на дискорд, на донаты, на яндекс, дзен, на группу вконтакте. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же досюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушек, чмоковую щечку. Увидимся в следующей серии. Сноураннер. Эдсноураннер. Лайки, комментарии упомянул. Донаты с вас. Донаты, точнее. Ну да, донаты с вас и на ваше усмотрение. Вроде забыл все, что хотел. Как-то так. che Intelligence. Пау. Хочется добра.